добрый день зрители сейчас я вам расскажу про фильм сериал молодая гвардия но современный современная часть что я конечно я его начала смотреть и сразу ну как-то вот он не очень сразу вот как-то вот он не очень понравился и я его не до конца досмотрела потом уже просто проматывала так чтобы то самое и все что мне не понравилось что их вот эта певица в общем кто не читал и не смотрел коротко поясню молодые парни и девушки судя по возрасту они должны быть несовершеннолетними но по фильму вот так вот не скажешь по фильм это просто здоровые мужики лет 30 один из них актер который был в кремлевских курсантах 15 лет после что-то там подавилось что смотреть надо за вами изо рта вытащил эту соломину ты додумалась такой большой взяла соломину ты знаешь может и зуб забиться это не понимаешь тонкости всех сироедства надо понимать понимает надо тонкости сироедства но грязем ты но грязем сбит грязем лучше кавалер на деревне ну ладно вернемся к молодой гвардии что там случилось то у них в общем группа ребят которые не подошли на на по возрасту призыв красной армии еще по каким-то причинам туда не попали но на видом так не скажу что не сильно там дети совсем на самом деле там дети должны были быть по самому роману то и и в общем они собрали организацию подпойную естественно партизанской разведывательную диверсионную создали собирались там кое-где в одном месте это самое подозревали там одну певицу еще они что она с немцами сотрудничает а певица там у нее тоже была она там с кое-гем в общем тоже это самое участвовала тоже диверсии занималась передавала инфу но она их эта певица вычислила и сама к ним к молодой гвардии явилась туда в этот самый влогово ну то есть плохо они шифровались плохо подставили учителя под расстрел учитель истории под расстрел поставили там же еще немцы занимались этим самым агитацией ну в общем да что издавали захватили печатный станок и издавали газеты фальши газеты о том что фашистская германия все-таки находят это дошла до москвы и там у нее все хорошо в общем наши наших нету но потом они поняли что немцы гонят на восток точнее на москву гонит танки значит там все фигула скажем так это на юге было значит там все фигула зачем гнать танки если ты там победил хозяин что туда танки ты гнать ну и в общем немцы гнали танки и подкрепление на москву поэтому и в общем вот это молодая гвардия это все пронюхала все это дело и это самое раскидала плакаты с этим самыми с призывами что немцы обманывают что надо не сдаваться и бороться с немцами ну в общем кончилось чем дело что выпороли всех кого только можно ну немцы до выпороли и побили расстреляли кого только можно ну то есть как-то помощи от них они хотели как лучше поддержать молодая гвардия хотела поддержать усилить моральный дух людей но оказалось как хуже казалось что наоборот какой моральный дух тут не усилили а просто людей напрасно скажем так избили как следует выпороли розгами публично публично и беспощадно один из молодой гвардии устраивается полицаем работать и ему приходится выпороть свою публично свою учительницу выпороть но учительством пытается взорвать к его взыскать к его совести все-таки но у нее это не получается потому что ему не надо себя выдавать в общем конечном итоге толку от них мало больше они конечно навредили своим гражданам от этого всего дела конечно там было несколько недостоверных фактов примеру вся техника радиотехника и фототехника она вся перед ну когда война началась на вся изымалась обязательном порядке а там прям главный герой пошел сдавать в ломбард все там еще изобрели радио 2 стал изобретать очень какие-то такие сказки писаны главное что она их нашла а немцы главное что певица их нашел который работает на разведку на наш но на официальные россии то есть она достая достает у немца сведения передает их русским скажем так так чё там еще было интересного это отношение певицы с немецким офицером гером из бундесфера ну конечно она в этом ударила по щеке как же такое быть не может в реальной жизни потому что не та история ну да ладно вот вы девкину вы хотя куски поменьше что и бралишь прям давитесь прям вкусно да бабка наготовила бабка молодец готовит вам постоянно этом кусок хлебушка даже нет что там что там вас такое что-то в этом такое такое наяриваете господи ну ну что это ну не же так вкусно что таким куском хватать но это принципе все равно каким таким куском хватать или поменьше потому что у них-то зубов нет им они-то не жуют им-то вот такой что маленький кусок схватил что большой большой даже удобнее хватать потому что это самое меньше надо хватательных движений но тоже проголодался наверное обычно петухи это мало едят стоят в сторонке это прям ладно ешьте ешьте девки ешьте а вместись еще а саркина на забеременеть в этом году придется опять если на этом году сарка забеременеет то это будет ее уже четвертые роды а вот это вот кстати вот это ее дочка родная да это ее дочка одна из какого призыва а вот этот кстати молодки это вот этот ее дочки то последний то есть вот это ее дочка первого поколения а вот эти ее дочки это уже последнее поколение а вот этот петух это ей не сын петух чтоб вы знали бы как смогла так и объяснила а вон та вон ее приемная дочка с усами которые ну в общем такие вот дела в общем чем случилось дело что завелся предатель один и предатель сдал эту молодую гвардию на самом деле в романе было больше предателей но в редакции сказали что предатель столько много быть не может хотя человек писал с натуры человек действительно писал всю правду по-моему это в луганске это все было дело по-моему если я не ошибаюсь по-моему да по-моему это был в луганский краснодон по-моему там и покупать в луганске да это все было дело могу конечно и ошибаться ну то есть человек писал это все с натуры писал это все с реальных персонажей но ему сказали что очень много этих самых предателей и предатели уменьшили но тем не менее молодую гвардию всю избили очень жестокой форме избили даже страшно представить как избивали ну и в конечном итоге их выкинули в шахту скинули была ли на какая-то на практике на деле у них польза что-то я очень сомневаюсь от этой пользы только только вот да говорю что вот убили за них учителя еще там убили людей избили людей опять же когда нет эти вот свои объявления вешали что нам морально поддержали как-то там да хотели знаешь сделать как лучше не знаю вот что тут делать на такой ситуации когда немец у тебя сидит ты не знаешь что делать этим немцам что надо сидеть молча ждать красную армию я так потому что больше ты ничего не сделаешь остальное все ну только вот только вот реально вредительство получается а так я не знаю конечно не мне судить конечно героев романа молодая гвардия все я с вами зрители прощаюсь до новых встреч в этом году